Работающий на мельнице никогда не замерзнет, а вызвавший на бой профессионала пельменный боец никогда не познает вкус победы. Только позора, унижения и стыда. Привет, зубодробящие каракатицы! Вы на канале Муэта Асике, а я Федорович. Покажу вам лучших из лучших бойцов, конечно, исключительно по их мнению, которые вызвали на бой профи бойцов и хотели забрать их медали, кубки и пояса. В первой кровавой зарубе мы посмотрим на бегущего по лезвию ножа Богомола, который бросил вызов Аллану Тгалани, топовому тяжеловесу промоушена Уан по ММА и Кей Ван. Этот лучезарный дракон пришел в зал, где тренировался Аллан и бросил ему вызов. Сразу обозначил, что его кунг-фу уничтожило и сделало инвалидами десятки людей, поэтому он не будет применять выстрелов огненными улитками и касание смерти Скорпиона. Но лещами уничтожит наглухо. Каждый соловей может пропеть песню лисице, но не каждая лиса откажется его сожрать. Нужно отдать должа Ангалани. Он не стал убивать мастера с первых секунд. А может, конечно, и боялся его пронзающего удара, а просто работал на касание. Но все равно бой закончился через 30 секунд таким же касанием ноги к пустой башке. Сейчас мы посмотрим на профи-боксер Шурэджину, который бросил вызов телеведущей Стефан. Что там у них случилось, непонятно. Или он хотел ее закадрить, а она его отшила, или она отбила у него парня. Но этот придурок, будучи на 30 килограмм тяжелее, вызвал на бой девушку. И замутили это все как супер бой на ТВ. Чувак абсолютный ноль. Рефери несколько раз хотел остановить поединок. Но мужик беззубым ртом говорил, что будет продолжать. Реджина сломала ему нос и поотбивала ребра. Со стороны это выглядело так, как будто школьница издевается над батей, который забрал у нее телефон в момент жизненно важного обсуждения последней серии Хуаниты. А в этом тренировочном бою боец-любитель в красных шортах решил показать, что он достоин пояса чемпиона. И вызвал на бой профи бойца ММА в черной форме. Вроде все как обычно бывает на тренировках. Кто-то слабый, хочет поработать с сильным бойцом. Но не нужно рисовать из себя тигра, а то может получиться дворняшка. Пока наш профи игрался с опущенными руками, практически не нанося удары, возмужавший своим превосходством челленджер, начал не на шутку махаться. И таки четко попал ногой в голову, что наверняка не очень понравилось бойцу. И он включил режим К.О. Все вы знаете великого Джона Джонса, но есть любители травы и длинных волос, которые, наверное, его не знают. В зал к Джону пришел лохматый хиппи и вызвал его на бой. Я не знаю, что заставило этого дурачка так поступить. Возможно, после очередного косичка к нему прилетела фея и сказала, что он должен стать очередным чемпионом ММА. А возможно, он просто, как медведь-шатун, не понимал, куда гребет и случайно зашел в зал. В любом случае, весь этот эпический бой между зеленым змеем и черным драконом закончился первым джебом. Раны от мяча заживают, а от языка остаются. В зал Калистеру Овериму приехала съемочная группа снять про него сюжет. Но сплетение вселенского мироздания послало репортерам именно чувака, который в пятом классе хотел стать чемпионом. Но, получив на первой тренировке внос, забыл об этом желании и больше ничем не занимался. Репортер бросил вызов Овериму, и ему даже удалось его повалить на пол. Но Алистер просто игрался, слегка раздавая щей чебуречному бойцу. А тот после подсечки уже продолжать не захотел. Профессиональный боец Руди получил вызов от звезды инстаграм Припати. Я не знаю, кто это, но видно, что чудак отборный. Между ними был организован профессиональный бой по боксу. Я не могу не сказать, что такие бои появляются как бамбук после дождя, как в далеких странах, так и в СНГ. Названия громкие, а в ринге какие-то мешки, набитые пельменями и гамбургерами. В нашем случае было то же самое. Что инстаграмщик, что так называемый профессионал показали высочайшее умение принимать удары носами-челюстью и бегать по рингу не хуже, чем мангус за коброй. Дональд Сироне Что за преступлением обязательно должно следовать наказание. И провел ковбойское комбо, отправив слава блуда на канвас, как мешок с костями. А в этом видео на бой вызвали Рональде Соузу, топового бойца ММА, который действительно очень силен. А сам смак в том, что вызвали его кабаны-качки. Да-да, не один, а сразу двое. Но, конечно, драться они решили с ним по очереди. Соуза решил не убивать здоровяков и не ломать носы, а показать, что для этих тигров, бегущих от зайца, достаточно будет парочку ударов по стероидной печени. А это очень интересное видео, которое показывает вечное противостояние между спортом и прикладухой. К военным в Афганистан с семинаром отправили бойцов ММА, в числе которых был Карлос Кандид. Конечно же, пацаны решили проверить свои навыки рукопашки и подготовки морских котиков, вызвав на бой действующего бойца ММА. Со слов бойцов, военные сами предложили работать по полной, наверное, будучи уверенными в своей силе. В спарринге спецназу в красных перчатках действительно пару раз удавались отличные удары. Но Кандид в синих перчатках просто игрался и не хотел ломать авторитет СРС сразу. Но потом ему поднадоело это все действие, и он провел отличную комбинацию, отправил солдата в нокаут. А точку в сегодняшнем видео поставит бой, в котором великий боец, черный пояс по тэквондо, объявил, что будет отстаивать честь своего направления и уничтожать всех бойцов других стилей. Но леса, крадущаяся в курятник, забывает про овчарку. Так и пацан, мечтавший о славе и девках, забыл про то, что для этого реально нужно будет драться, а не только трепать языком. Да еще и в первые соперники определили бойца Муай-Тай. Бой был эпичный и молниеносный. Пишите в комментах, за сколько ударов вы бы разделались с этими профиками. Конечно, если бы решили встать с мягкого дивана. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok